Пишем-пишем. Раз-раз. Всем привет. Что-то у нас мало, я думаю, больше будет людей. Сегодня у нас первое занятие по системно-дминистрированию Linux. Занятие будет, ну, такое, угодное. Посмотрим, там, такие общие слова, поговорим про Центус, про Debian. Вот Олег расскажет, я все про Центус. Попробуем, как вдвоем у нас получится вести. И чуть-чуть поговорим про оперирование текстами и файлами. Перенаправление ввода-вывода сюда-сюда. Я думаю, должно быть интересно. Смотрите, я рассказываю про Центус. Что такое Центус? Операционная система Linux. Расшифровывается как Community Enterprise Operation System. C-N-O-S. Это что? РПМ-бази-дистрибутив. Основан на кодах Red Hat. И имеет собственной сертификации. Имеется в виду, что, ну как, Центус основан на Red Hat. Сейчас фактически Центус, это даже часть Red Hat, он перешел под крыло Red Hat. Вот, как подразделение. И, соответственно, если мы хотим получать сертификат, мы получаем по Red Hat, как бы, в Центус то же самое совершенно. Просто по стандарту Red Hat, то, что он делает, он должен отдавать сообщество. Вот, Центус, тот же самый Red Hat. Это только большинство организаций, да? Да. Вот, Red Hat это одна из крупнейших организаций, да, Linux. Вот, Linux. И компания там, по-моему, в прошлом году, она там очень дофига денег заработала. Вот, и именно у нее модель монетизации в том плане, что она не продает свой дистрибутив, а она именно на поддержке специализируется. Вот, да. Но ты можешь получить их дистрибутив только если купишь их поддержку. Да, да. Ну, по факту он отличается от Центуса, вот, Red Hat дистрибутив только тем, что в Центусе выпилены все вот эти логотипы. А там все тоже? Вообще, совершенно одно и то же. Одинаковая кодовая база, там все вот тут. Все совершенно то же самое. Потому что, как бы, Red Hat хорошая компания, и она все свои наработки отдает в open source. Вот. Просто, ну, как бы она берет и отдает. Как бы, что они делают? Ну, это лицензия GPL, правильно называется. Вот. А просто есть компании, которые берут код, что-то там свое делают, типа того, да, и потом в сообщество никуда ничего не возвращают. Это не хорошая компания. Вот. Вот. RPM Best Distributive. У нас есть несколько, ну, это одно из разделений дистрибутива, да, это на самом деле можно разделять там по функциям, там еще как-то там. Вот одно из разделений мы несколько дистрибутивов разделяем по, это у нас бывает RPM, DEP и все остальные. Вот. И все. Вот. RPM имеется в виду, что формат файла пакета. Вот. В CentOS, если вы скачиваете отдельный пакетик и начинаете его ставить, у него будет .rpm, да, если в Debian, .deb, ну, формат файла пакета. Они там могут быть конвертироваться туда-сюда, там вы можете создавать там под разные операционные системы эти пакетики собирать, да. Дальше мы это, конечно, посмотрим все, ну, в смысле, в следующих лекциях, уже когда будем подробнее разговаривать про это. Ну, вот. Так, наверное, все там по этому слайду. А, про Debian. Debian, как уже сказал Коля, это Debian-based distributive, то есть у них свой формат пакетов и, естественно, Debian назвали Debian. И он основан на коде как ни страны Debian, то есть это один из таких базовых дистрибутивов вроде CentOS. И не он на чем-то основан, а куча других дистрибутивов основаны на Debian, как то Ubuntu, Mint и еще там целая гора дистрибутивов. По-моему, у них собственной программы сертификации специалистов нет. Вот, скажу пару слов про историю. Появилась она в 93-м году, созданная Ионом Мердоком, который назвал, так сказать, увековечил свое имя и своей будущей жены в названии. То есть Debian, это от Debian, то есть первые три буквы, а Ion, собственно, от его имени Ion, и получилось Debian, Ion, Debian. У них есть интересная фишка, ну, ладно, про это дальше. Ну, все, поехали. Дальше. Окей. Релизы и поддержка. В CENTECY у нас есть несколько так называемых major-версий, есть minor-версий, minor-версий. Major-мажорная версия, ну, как бы есть мажорная версия, главное, да, и потом обновление, там, они выпускают 6.4, что-то... А? Они называются minor-минорные. Минор-минорные, да. Ну, мажорные и минорные. Вот. На самом деле сейчас актуальная седьмая версия уже. Вот. Ну, они выпустили там в прошлом году ее, CENTECY. Вот. Но все еще, смотрите, четвертая версия у нас вышла в пятом году, поддерживается до двенадцатого года, то есть поддерживалась. Пятая версия в седьмом году вышла до семнадцатого поддерживается, только то есть сейчас еще у нее это поддержка. Шестая версия до двадцатого года, а седьмая до двадцать четвертого. Вот. В отличие от Ubuntu, например, у CENTECY нет так называемых релизов long-term, которые с долговременной поддержкой. Ну, Ubuntu есть же, да, там, которые выпускаются там с коротким поддержкой, да, и LTS-ные релизы, которые с долгой поддержкой. В CENTECY все дистрибутивы, все релизы с долговременной поддержкой. Ну, вы видите, тут по десять лет у нее поддержка получается. Плюс вы еще можете дополнительно доплатить уже RedHut, если хотите, да, если у вас там прям какое-то оборудование не поддерживает, ну, в смысле, должно работать именно на четвертой версии CENTECY, вы можете доплатить RedHut, получить у них поддержку, как бы платную, и они будут под вашу версию вам обеспечивать поддержку. Вот, да. А в Devine что у нас? Что у нас в Devine? В Devine абсолютно та же самая картина, то есть точно так же мажорные версии, точно так же минорные версии. Версии выходят примерно раз в два года, примерно, да, но так как у ребят есть такая, как там, не буду грубо выражаться, в общем, они очень трепетно относятся к качеству продукта, да, то есть их задача выпускать такой железобетон и Linux, который не падает, оттечен, стабилен и вообще. Поэтому они выпускают в основном, что называется, когда готовы, да, то есть когда они уже решили, что все, уже можно, тогда и выпускают. Сырой администрации у них не бывает. Сырой администрации у них не бывает. У Devine нет. Да, но у них есть возможность, если ты хочешь сырой Devine, ты можешь это сделать. Там есть отдельная тестовая ветка, которая никогда не бывает стабильной, то есть когда на ней постоянно тестится, но она доступна. При желании ты можешь установить оттуда что-то. Вот. Собственно, какая у них есть фишка? Они выпускают кодовые имена версии и называются в честь разных героев мультфильма «Страна игрушек». Вот. В частности, вот эта вот никогда не стабильная версия называется, по-моему, «Сид», потому что там был мальчик, который постоянно ломал игрушки. Собственно, в честь него назвали, то есть там что еще. Соответственно, последний раз седьмая версия выходила в мае 2013-го и где-то здесь, в пятнадцатом, где-то на подходе уже восьмая версия. В проектории я знаю только то, что они заменили, как там, systemd поставили вместо init и она грузится просто очень мгновенно. И загрузилась. Вот. Это все, что я про нее могу сказать. А потом про апдейты. Там же есть что-то про апдейты? Что-то есть. Наверное. Я тогда добавлю еще про CentOS, раз уж мы заговорили. У CentOS в чем фишка? Так как она основана на RedHut, это продукт, который выпускается для корпораций. Это не такое там, это не Debian, который там для себя, как бы, да? Не так, чтобы для себя. Ну, да, то есть, CentOS более корпоративный. Да, он более корпоративный, даже, ну, RedHut. А CentOS, как бы, получается, все это время, вот все вот эти вот предыдущие релизы, они старались как можно быстрее успеть за выпуском RedHut, как бы дистрибутива. Вот выпустили RedHut, они там его переделывают, убирают там все, и через какое-то время выпускается релиз CentOS. Вот. Сейчас, так как CentOS у нас перешел под крыло RedHut, то даже уже седьмая версия там выпустилась. Вот надо было мне, наверное, добавить еще одну строчку. Там буквально разница в пару месяцев там, да, или там какая-то совсем незначительная разница. Вот. Ну, выхода RedHut, да, здесь репутива и CentOS. Вот. Минорные релизы, или еще вот их называют Point релизы, обычно выходят два раза в год, 6.1, 6.2, 6.3. Вот. Как бы происходит без проблем обновление с одного релиза на другую, ну, в смысле, на между минорными релизами. Ну, по крайней мере, должно происходить. Вот. Разверт не предвидится, потому что это очень хорошо все тестируется. Вот. С новым релизом получается новое ядро обычно. Вот. И, смотрите, оставаться обновленным имеется в виду обновиться до последнего минорного релиза. Как бы, не обновляться, это надо иметь какие-то веские причины, чтобы не перейти с минорного одного релиза на другой. Как бы, переход между мажорными релизами, да, там, с пятого на шестой, как бы, это уже там целая эпопея, там, с шестого на седьмой, как бы, да. Там есть, конечно, у них тулзы, там, по обновлению, там, туда-сюда, которые все это должны, по идее, аккуратненько делать, но если вы, там, работаете с дистрибутивом, ну, вносите же изменения какие-то, вот, и, соответственно, тяжело переходить, ну, как бы, с шестого на седьмой довольно трудоемко. Вот, между минорными релизами, это просто, там, вы делаете, ям апдет, у вас был 6.5, стал 6.6. Как бы, он там, хоп, там, сам все обновил, и проблем никаких нет. Вот. В принципе, вот. Вот. Собственно, апдейт почти то же самое, то есть апдейты выходят с какой-то периодичностью между, там, шестой и седьмой версией, например, да, между мажорными. Значит, бывают апдейты под ситуацию, например, да, когда резко нашли какой-то большой баг, да, там, как у нас вот в этом году было их несколько, то, собственно, выпускается апдейт, который исправляет это дело. Минорные релизы проходят тоже вообще просто без проблем, незаметно. Ну, сломать что-то практически невозможно. Даже вообще, наверное, невозможно. Что касается мажорного апдейта, мне кажется, что у Debian с этим гораздо лучше, чем у CentOS. Я обновлял один раз веб-сервер, не очень сложный, который, ну, мой собственный. У меня были косяки только из-за того, что произошла какая-то разница версии PHP, которая раньше использовалась, которая стала использоваться. То есть это даже не из-за операционной системы фактически. И прошло все безболезненно, просто чуть дольше, чем минорные апдейты. Что касается, ну, так, немножко вспоминая, так сказать, Fedora, которая основана на репутатовском каком-то коде, там апдейты – это смерть. Смерть подобного просто. Насколько я понимаю, Fedora, она просто менее стабильная получается. Да. Причем, если CentOS старается придерживаться, то Fedora, она как, типа, unstable-требутив такой, который старается быть на пике, там, он последний ставит пакетики, там. Что говорить, вот в CentOS 6, в CentOS, там Python еще 26 стоит, по умолчанию. И как бы, да, просто так вот, ям апдейтываю и не поставлю новую версию. То есть они на Fedora, скорее всего, испытывают все вот эти новые цены. Похоже на то, да. Сначала, а потом уже в CentOS. Наверное, да. По крайней мере, я вот когда смотрел лекцию, они так говорят. Они так говорят, да. Ну, похоже на то. Она специально для этого. Принцип CentOS и Debian один и тот же, но у CentOS чуть более мягкие, скажем так, переходы между мажорными версиями. Debian. Да, Debian. Не, в CentOS на самом деле мы один раз обновляли, ну как обновляли, пытались обновлять, а дистрибутивы там нам надо было для OpenStack. Вот. И, в общем, у нас не получилось с 6, я не помню, какая там у нас версия. Ну, в общем, с 6 на 7, при том, что там даже он говорил, там, ну, там, подготовительные тулзы, у них там на официальном вики все расписано, что, как делать. Они вроде там проходят, там, говорят тебе, что надо поправить, там, туда-сюда. Вроде все поправляешь, обновляется, говорит, окей, я обновился, перезагрузить. Перезагружаешь и все. Все что. И все. И он не встает. Не поднимается просто. И обратно. Да, очень сильно. Ну, мало того, что он очень сильно отличается сам по себе, но там, как бы, еще конфигурация такая была довольно нестандартная, как бы, под OpenStack, там очень много чего подделывали. Вот. И, видимо, еще и поэтому тоже. Хотя тулзавод, да, официально сказал, что, типа, все окей, можете обновляться. Вот. Дальше. Два вида установки системы. У нас бывает, но это и в любой системе. На сервер без Гуя, хотя вы можете на Монбук себе без Гуя поставить иногда. Есть там терминальные всякие тулзы, там, браузеры терминальные и все дела. Ну, иногда еще называют Headless Installation, типа, без этой оболочки. По потребляемым ресурсам, минимальные ресурсы, 256 мегабайт оперативки, 4 гига HDD, ну, и, блин, без интернета, конечно, никуда. Вот. Это самый, вообще, вот минимум будет работать. Вот. Установка на десктоп, это имеется в виду уже с оболочкой, там, да, по умолчанию в дом идет, там, какой-то, я не помню, не особо. Центр на десктопах, это жесть. Вот. Ну, рекомендуются гиг-кооперативы, больше 20 гигов Минчестера и, ну, в сеть, конечно, бесится тоже никуда. Про Debian что-нибудь добавишь? Что на следующем слайде? На следующем. Ага. Ну, давай. Честно, я не знаю, какие системные требования у Debian, вряд ли сильно больше. Единственное, что я знаю, что есть версия Debian для малинки, да, для Raspberry Pi. Как она называется? Raspberry Pi или как-то так. DP. Или DP что-то такое. DP. То есть фактически при желании можно допилить систему, которая будет работать просто на минимальных ресурсах. Вот. И что еще я бы хотел сказать, так как у нас, так сказать, презентация подошла к концу, конкретно операционная система. Разница между CentOS и Debian еще в том, что у CentOS официальные репозитории очень компактные. Да, то есть как бы тот репозиторий, из которого ставится операционная система, там фактически есть операционная система и еще пару тулсов. У Debian репозиторий официально он просто всеобъемлющий. Наверное, если его писать на диске, это, не знаю, 20 дисков, там есть все. И единственное, они разбирают, как там, есть отдельный репозиторий для полностью чистого свободного софта, да, основной репозиторий. И есть дополнительные репозитории, которые называются non-free, да, то есть как бы, в котором есть софт, в котором есть какие-то претензии с точки зрения закрытости кода или каких-то таких вещей. Поэтому с Debian немножко удобнее. Для CentOS приходится подключать дополнительные репозитории, из которых уже все вставить. Ну, вот. Ну да. Еще хочу добавить, что Debian Incentos — это еще одно подразделение, да, вот мы говорим про депп-дистрибутивы, депп-базы и рпп-базы. Это дистрибутивы общего назначения, то есть вы его ставите, и дальше вы делаете все, что хотите с ним, да, вплоть до того, чтобы на маленькую можно поставить. Еще есть дистрибутивы, которые специального назначения, ну, которые специализированы для, не знаю, там, для строения маршрутизации, там, firewall, которые, да, вот именно запилены, там, все остальное выкинуто. Те же самые, там, NASA и FreeNAS, там, еще что-то такое, там, да, это именно специализированный дистрибутив. Средизем? Нет. Значит, FreeNAS, это FreeNAS. Ну, все равно. Но это специализированный дистрибутив, правильно, заточенный под какую-то модель. Вопрос, а это именно вот серверные, да, системы? Там есть деление... CentOS? Да, да. Между серверными дистрибутивами и... Оно есть, но оно такое очень... размытое, да. То есть, фактически на серверную Linux ты можешь поставить десктоп и пользоваться, и на десктопный Linux сделать из него сервер. Но разница просто в удобстве, да. То есть, как бы, что под что больше заточено. Потому что у Debian, например, по умолчанию, да, ты ставишь Debian как десктоп, у тебя звук есть только у ROOTA. What the fuck? Вот. Но при этом ты можешь спокойно десктопным поставить. Я на нетбук, например, ставил Debian. Работают и отличие. Не, ну там еще есть отличие в том плане, что стабильность, да, рассматривается первым делом. Что если у нас Debian или CentOS, они как бы стараются максимально стабильными, они не обновляют лишний раз пакеты, если там этого не требуется, там прямо, да, там еще что-то, не знаю, там та же самая Ubuntu, которую ставите на десктоп, она там чуть ли не последней версии, она там все красивенько, они там стараются, значит, там стабильность не на первом месте у них стоит. Хотя Ubuntu ставят тоже сервера, есть любители на самом деле. Не только любители, а у нас в компании решили использовать Ubuntu, и на серверах ставится Ubuntu и uptime по полгода не проблема. Как бы да, видим, надо UTS релиз просто ставить. Да, надо. И вот еще насчет Debian, за счет того, что они вот прям очень сильно заморачиваются на стабильность, фактически, если ты ставишь какую-то версию, к концу жизненного цикла у тебя будут программы примерно той же мажорной версии. То есть они вот как оттестировали, и все два года у тебя стабильная система, и выпускаются только заплатки, которые исправляют ошибки. И получается, к концу жизненного цикла у тебя относительно устаревший софт уже. Ну, это своего рода недостаток, но у этого есть свои плюсы, да, потому что все очень сложно. Кстати, да, надо было добавить. Центасе тоже недавно столкнулся, там именно Biton27 туда пытался ставить. Везде инструкции по том, что как-то руками ставится, что параллельно, чтобы не сломать систему. У них появилась в RedHut версия 1.0 тулзы, которая позволяет, причем, ну это официально, там есть еще всякие разные вещи, которые позволяют несколько видов пакетов ставить, ну в смысле нескольких версий пакета, да. А у Центаса, нет, у RedHut, ну это тулза, которая позволяет переключаться между версиями, которые ты ставишь, ты добавляешь в репозиторий, ставишь то, что тебе надо, и у тебя получается в системе несколько видов пакетов. То есть там Biton26, Biton27, Passgress, там еще что-то такое, и там они вот доступны. И ты их переключаешь, там просто командой, там, я сейчас не помню точно, чуть-чуть работал с ним. Просто увидишь, там, хопа, переключиться на Passgress, у тебя по умолчанию будет Passgress много запускаться. Это они как раз вот, видимо, для вот этого и придумали, чтобы более актуальный софт можно было использовать и не бояться что-то сломать. Дальше у нас, ну как бы, водная часть закончилась, манипулированная текстовыми данными. Смотрите, хочется сказать что, что в Linux, по умолчанию, все текст, все в текстовом виде. Вы любое устройство можете представить в текстовом виде, вот вообще даже там мышку. Вы можете открыть файл и посмотреть, как вот вы дергаете мышку там, да, и у вас в файлике там меняются буковки. Вы можете очень забавно, мне понравилось с Arduino, когда я чуть-чуть занимался, подключаете по USB Arduino, у вас появляется новое устройство, прок там, что-то там, да, как название. Отправляете туда, делаете эхо единичка, отправляете, у вас загорается диодик. И вы, получается, пишете просто в текстовый файл. В Linux все есть файл, все текст. Соответственно, это очень важно, очень важная функция, как очень важно уметь обращаться с текстом. Потому что, особенно если это серверная установка, когда у вас нету GUI там, да даже если GUI у вас есть, да, все равно вам в этом нотыпадике, или как там, блокнотик, который там стоит, он неудобный. Когда вы начинаете работать... В сервере у вас нет GUI. Да, да, да. То есть об этом не стоит думать дальше. Ну да, да, да. Все равно консольные утилиты, там есть утилиты, наверное, мы потом про них тоже поговорим, текстовые. Вот, наушу. В общем, манипулирование текстом в Linux это и является там просто там наивысшей задачей. И когда вы там будете постоянно с ним работать, изучите там эти редакторы, там есть большое количество редакторов, есть большое количество приверженцев к определенным редакторам. там, да, там, это, как это, войны там, это, холивары, холивары там, если проходят, постоянно люди там говорят, что наш редактор лучше, там еще другие. В общем, вот, текст это важно. Смотрите, у нас бывает что, перенаправление ввода-вывода. То есть мы, я дальше еще расскажу, у нас есть такие вот интересные командочки. Вот такая команда, я не помню, как они называются. Помнишь, как они называются? Они никому не называются. Я не знаю. Но они как-то по-любому называются. Угловая скобочка, две угловые скобочки. Вот это называется вертикальная палочка. Называется pipe. Пайп. Труба. Да, дальше вы поймете, почему это называется труба. Может быть, мы сегодня покажем. Не надо на пайкторе нажать чего-то, чтобы вот это пропало. Погу нажать кнопку встать. Ну, какой реал. Вот. Посмотрим, что это вообще за загогульки. Посмотрим юзкейсы. Ну, типа, как можно их применять. Попробовать найти название. А, может быть, да, найдешь. Дальше поговорим про греб. Ну, если честно, вот у меня тут еще один слайдик. И как бы дальше все, я особо не готовился. Но я думаю, мы с Олегом сейчас что-нибудь симпровизируем и примеры вам покажем. Как бы, да, применение. На следующих занятиях мы дальше еще будем с этим работать и будем постоянно сталкиваться. И если что-то будет непонятное, будем вам рассказывать, показывать и более подробно объяснять. Вот. Смотрите, греб и регулярные выражения. Греб это... Греб это греб. Она как-то переводится? По-моему, она никак не переводится. Это для поиска файлов. Да. Это как это? Погуглите. Также там греб, не там, файлик, говорят. Помогает выбрать то, что вам нужно. Иногда несколько гребов заменяют нам регулярные выражения. Очень, да, есть такое. Регулярные выражения помогают тоже делать более поиск там, более интеллектуальный поиск по файлам, например. Ну, к примеру, поиск, да. Там выбор каких-то файлов, которые мы хотим удалить или которые не хотим удалить. Регулярки – это, не знаю, целое искусство, что ли, да, владение регулярными выражениями. Честно скажу, я не особо. Ну, там какие-то базовые вещи знаю, там, ну, блин, по регуляркам пишут отдельные книжки, прям толмуды такие большие, да, Олег. Или можно воспользоваться специальным классным сайтом regex101.com.off.ru Который делает у вас прямо виртуальный редактор. Он вам все расскажет, покажет, подсветит. И я тоже не знаю, не регулярки, но вот эта штука позволяет делать довольно сложные вещи. В качестве рекламы. В качестве что? Regex100. Мы там в группе выкладывали, по-моему, да? Нет. Ты рекламировал где-то? Нет. Рекламировал. Другую? Порекламирую. Минутка рекламы на нашем канале. Да, иногда несколько grep, да. Спасибо. Я сказал, что grep все все тексты. Grep ищет как? По содержанию его название? Как хочешь. Нет, нет, нет. Как хочешь. Grep ищет по содержанию текста. Нет. Как-то можно найти файл с определенным названием с помощью grep? Можно. ЛС. Ну, можно. Нет, нет. Не ЛС. У него стандартные ключики есть. Я тебе вам покажу. Я так не помню. Файнд. Если ты хочешь найти файл, файнд. Да. Вот, кстати, в Linux. Linux чем хорош? То, что одно и то же действие вы можете сделать просто несколькими способами. Даже не двумя, не дремя. Как бы, да. Можно как хочешь придумать. Вот. Если вы не знаете один способ, вы можете сделать другой. И необязательно окажется, что другой способ хуже, чем тот, который вы знаете или не знаете. Как бы, да. Единственное там бывает так, что там какой-то способ, к которому вы привыкли там. Например, мне понравилась статья на хабре, когда стандартный способ удаления файлов, rm-rf и название файлов, он не работает, если у вас очень большое количество маленьких файлов. У вас там переполняются все буферы, что-то там происходит с ним плохое. Проблема в том, что у него ограниченное количество параметров. И невозможно там сказать, он удалит тысячу файлов за раз. Соответственно, там тоже приходится придумывать другие входные. Есть еще утилита такая, Locate, например. Это что-то найденное. Чем отличаются Find и Locate? Find вы ищете прямо сейчас по системе Locate, создает типа базы данных, такой небольшой у себя. Да, предварительно он сканирует вашу систему. Соответственно, Locate должен, по идее, работать сильно быстрее, чем Find. Но я не тестировал и так вам не скажу точно. Вот. Пример регулярного выражения – это вот. Вот, это то, что я тебе, Олег, говорил. Это вот эта вот строка, так называемый патч Barmina. Barmina. Barmina? Я думаю. Я думаю, Barmina. Патч Barmina. Патч Barmina, rm-rf, слэш звездочка. Ну, типа, удалить все, даже без звездочки работает. Вот. Это один из приколов, как над новичками прикалываются. Ну, rm-rf могут что-то заподозрить, да, там, типа, в консоли веди минус… Как-то подозрительно. А они так, во, веди-ка вот эту команду еще. Еще и эхо там поставили, где иди. Вот. А как раз осталось на регулярных выражениях. Эхо здесь вообще ни при чем. Потом Perl. Но дальше я не буду, наверное, полностью все это раскладывать. В общем, там получается так, что вот эта вот строка, то, что все вот это после Perl выражения, как раз она с помощью регулярок преобразуется в rm-rf. Да, это флэш. А потом я скину статью там тоже вот в школу с админа. Регулярные выражения. И можно делать там с помощью регулярок все, что угодно. Там есть даже специальная… Это, наверное, другая тема. Там есть языки, даже как-то язык программирования, да, сет и АВК. Вот. С помощью которых вы можете там… Ну, сет не язык, это скорее как-то потоковый текстовый редактор, что-то вроде. А АВК, да, это целый язык. И на нем, по-моему, даже умудряются какие-то просто игрушки писать. Тетрис там какой-то или что-то такое. Или змейка. Хотя он для этого совершенно не предназначен. Ну, тоже такие довольно высокоуровневые языки уже. Но по факту это как язык, что ты можешь там написать такое, все что угодно. АВК, да. Ну, сет тоже хороший. Сет. Сет. Эд? Сет. Сет. С-е-д. Мне больше сет нравится. Так. Смотрите. А. Это уже все. Это типа… Это последний слайд. Короче, значки называются less than и more than. Ну, давай, давай. Больше, чем меньше. А, ну да, кстати, да, да, да. Так и называют. Меньше два раза… А, подожди, это больше, два раза больше. Я раньше не понимал. Два раза это перенаправление в файл. Это просто перенаправление? Нет? Нет, я потом посмотришь. Расскажем об этом. Смотрите. Ну, не, ну да. Олег, что-нибудь добавишь про значки? Я думаю, что… Может быть еще какой-нибудь имя там. Расскажем об этом вот после этого слайда, чтобы сегодняшнее занятие уже совсем не было когда-то. Ну да. Смотрите. у нас получается как. У нас есть команда. Вот эта вот. Команда. Вот эта вот. Первая. Ну, это любая команда. То, что мы говорим. Греб – это команда. ЛС команда. Посмотрите. Походить по директориям сети – это команда. У всех команд имеется три… Три чего? Три… Три файловицы. Три файловицы. Нет. Почему? Команда файловицы скриптов. По-моему, нет. У них есть три… Ноды. Ноды. Ну, в общем, потока можно назвать. Три стандартных вывода. Да. STD – это же стандартный. Один ввод. STD-in. STD-out. Один стандартный ввод. Файл стандартных вывод. Я как раз нашел файл. Файл стримс. Три файловых потока так называются. Ну да. А, три потока, да. Может так. Да, что-то. Или дескрипторы. Что-то. Файловые дескрипторы. Окей, ладно, ладно. Файловые… STD-in – это входящий. STD-out – стандартный выходящий. STD-out – стандартный выходящий. STD-out – стандартный выходящий. STD-R – стандартный выходящий ошибки. Не все команды имеют эти… Не все слушают STD-in. Некоторым командам не нужен STD-in. В принципе, ну вот Ls, к примеру, да. А STD-in подразумевает то, что мы вводим что-то с клавиатуры, что мы ему что-то подаем на вход. Ls ничего не хочет. Мы ему написали Ls в свой интер, он как бы показал нам лист. Все. Да, мы можем сказать Ls – L, – LA и что-то такое. Но это не STD-in, это параметры, которые мы его запускаем. По умолчанию STD-out и STD-R выводятся на консоль. Вот. То есть, если с ними ничего не делается, да, ну просто-просто будем запускать команду, мы видим у себя в консольке, да, что что-то не то происходит там. Вот, к примеру, можно попробовать поэкспериментировать чуть-чуть. Даже терминал где-то. Да, даешь практику. Практику. Ну так, чуть-чуть, чуть-чуть и мы сейчас это… Подожди, давай прошлый слайд откроем и поговорим про перенаправление. Да. Смотрите. Я тут чуть на работе все-таки успел посмотреть это, почитать про эти штуки. Команда Ls. Ls. Пустая директория, ничего нету. Создадим какой-нибудь файлик. Ну, наверное, команды можно сейчас… Нет, комментируй. Создадем файл? Тач создает просто пустой файл, как бы, ну, типа, прикоснуться. Ну, я не знаю, как это. Волшебная палочка, создай мне файл. Тач просто создает пустой файл. Смотрим. Ls. Ls показывает вот, что у нас есть сейчас в нашей директории. Лист. Мы можем сделать… И ничего не требует. Мы написали Ls. Мы… Не надо нам никаких каких-то дополнительных ему на вход подавать, там, еще что-то там. У него нету просто стандартного входа. Нажали Enter, вот он нам показал. Можем запустить его с параметром, минус LA, например. Наверное, это потому, что Ls, он никак ничего не обрабатывает. Да. То есть он просто предоставляет некую информацию нам. А что-то обработать он не может, поэтому нет смысла ему что-то на вход подавать. Ну да, логично. Можем ему сказать, попытаться что-нибудь такое написать. Он нам скажет «Ошибка». Ошибку вывел… Вот это был у нас стандартный как раз вывод, да? То, что он нам показывал на консоль вывод. Ошибка тоже на консоль стандартная. Например, еще есть команда, которая хочет именно stdin. Команда read. Тоже. Мы… Читать. А, читать. Да. Вот. А, нет. Подождите. Test. И мы теперь сюда можем что-то печатать. Мы что-то написали. Оно у нас сохранилось в памяти. Вот этот вот тест – это как переменная. Можем ее вывести теперь. Это тест. Я, кстати, сегодня пришел. Я тоже. Я, кстати, про риф. Смотрите. Это, получается, мы ей… Именно она хочет stdin. Да? Потому что, ну, она просто без этого не работает. Вот мы нажали там Enter. Оно как бы сделало просто… Ничего не сделал. Вот. Мы можем сделать что? Мы можем сделать вот первое. Начинается перенаправление. Мы можем создать файлик. Какой-нибудь. И сказать… Давайте. ReadTest. Делаем перенаправление стандартного ввода и говорим ему файлик.tt. Вот так. И теперь, если мы выведем… Да. Делаем эхо-тест. Мы увидим строчку, которая была в нашем файле. То есть мы перенаправили. Мы вместо того, чтобы указывать stdin с клавиатуры, мы сделали перенаправление ввода из файла. Стрелочка, получается, указывает направление, перенаправление, да? То есть от большего к меньшему. Можно перенаправлять, грубо говоря, то, что справа в то, что влево, вот такой стрелочкой. Или можно, наоборот, то, что влево, перенаправлять в то, что право, если стрелочка заменить на обратную. Ну… Ну, как бы так, но немножко не так. Да. Потому что перенаправление… Ну, по факту… Ты правильно сказал? Но… Отличается тем, что мы перенаправляем либо вывод, либо ввод. Да. 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 Вот здесь вот мы перенаправляем именно ввод. Как бы он показывает, что типа подай вот это вот команде read. Вот. Ну, фактически, да. Просто я сказал это так, обывательски, так сказать. Коля расшифровал. Ну, да. Смотрите. Блин, вот я потерял мысль, что я хотел еще показать. А, мы можем сделать, смотрите, перенаправление дальше. Вот мы посмотрели одну стрелочку, галочку, стрелочку, скобочку. Угловая скобочка. Угловая скобочка. Одна. Смотрите. Мы можем сделать две углы столбичных. Например, мы сделаем от ls-la, да. Ну, то, что мы уже видели. Делаем перенаправление в файлик… какой у нас там? tt. tt. tt файлик у нас есть. tt. 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 тt. tt. 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 и, соответственно, ресурсов меньше тратится. На самом деле, я думаю, не очень. Если тебе нужно именно перезаписать, то это не будет сильно затратнее, чем добавить конец. Это просто от задачи зависит, на каждую тему. Да. Так, перенаправление. Что у нас там дальше идет? Туда-сюда посмотрели. Пайп. Пайп переводится как труба. По-русски я не знаю, как это называется. Все называют пайп. Вертикальный слэш. Вертикальный слэш. Вертикальный слэш – это как мы рисуем, это знак вертикальный слэш. А именно в Linux называется это пайп. Используется как пайп. Что нам позволяет делать пайп? Объединять несколько команд. В конвейер. Точно, строить конвейер. То есть мы сначала делаем одну команду, ставим пайп, другую команду, ставим пайп. То есть у нас одна команда что-то делает, вывод происходит в другую команду и так далее. Например, самый простой способ. И мы можем этих пайпов понаставить сколько нам угодно. То же самое с греппами. Есть у любителей запускать греп сто тысяч раз. Например, я могу. Когда мне лениво разбираться с регулярными выражениями, я могу сделать греп сначала по одному параметру, у меня выдадут такую большую кучу. Я пишу пайп, еще раз греп уже по второму параметру, то, что мне надо. Если у меня выбралось, тогда окей. Если не выбралось, можно еще раз запустить. Ну, как бы, что, ресурсы-то есть. Вот. К примеру, да, посмотрим то же самое. Вот кат-тест. Мы хотим выбрать вот только вот такую строку. Я скопировал? Вот так. Фрепп. Еще и неправильно написал. Да. Я об этом не говорю. Мы указываем. Вот кат нам просто выводит на стандартный вывод. stdout. stdout попадает на std-in грепа. Греп. Да. Да. И потом уже греп обрабатывает. Вы доставили эту строчку? Нет. Три строки. Строки, которые подошли нам под поиск. Да. Дальше мы можем написать там еще раз какой-нибудь pipe поставить и написать, как он пишется, unique. Unique. Здесь есть у меня unique. Вот так. Команда unique просто делает, что она делает? Уникально. Да. То есть, если она три одинаковых строки, она покажет одну. Если у нас шесть, там три и три, она две строки показывает. Показывает только уникальные строки. А еще она может посчитать. Три одинаковые строки. Видите, вначале треечка появится. Считает. Да. Считает. А можно посчитать еще... Unique. 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 А если у насSS, то, по-к Route можно посчитать количество. А вот, сА что-то не то считает. Unique. Она говорит, что в word count считает одну строку, Одна строка, слова и символы. Вы поняли, что одно и то же действие можно сделать совершенно разными командами. Это прелесть Linux. И тут мы уже понастроили конвейер. Сколько у нас? Раз, два, три. Висит. Слушай, я так и не нашел. Конвейер первая идет, выполнена. То есть если во десятой, допустим, во второй даже ошибка, то следующие, которые заняты, они тоже уже по идее не будут работать? Конечно. То есть они, грубо говоря, каждая последующая ждет на вход выполнения предыдущей команды. Ты перенаправляешь конвейером просто, в смысле пайпом, ты перенаправляешь выход от одной команды в другую. На вход другой. Можно делать очень крутые штуки. Да, мне нравится слово конвейер. Оно очень хорошо отражает. Можно делать очень крутые штуки. Я вот сегодня об этом подумал и забыл все равно добавить в презентацию. когда мы, например, что-то хотим копировать по сети между серваками, мы подключаемся к SSH, в том числе SSH. Мы делаем вывод одной команды, кат, к примеру, да, можно так делать. Потом делаешь пайп SSH на тот сервер, на том сервере делаешь пайп и, типа, вывод другой файл. То есть надкат уже не модно. Ну, dd-шкой можно там. Ну да. То есть фактически можно запустить что-то, что соединяет два сервера, и потом здесь подавать на вход, а там забирать на выход и перенаправлять в файл. Выглядит, на самом деле, вообще как баги. То есть сервер нужно получать. Да. Ну надо, чтобы... Нет, почему? Ну, слушал. У тебя, ну ты... Ты... Ты по SSH туда подключаешь. Да, просто тянешь того сервера по SSH. А как направить на другую сервер, если ты хочешь? В любом случае у тебя есть клиент, есть сервер. То есть у тебя на одном сервере что-то выпущено, что-то выпущено. И у них есть игния. То есть в любом случае тот же SSH, там что в любом случае у тебя с одной стороны клиент, быстро. Ну да. Ну да. Ну я потом пример покажу. Сейчас я подумал и не показал. Забыл. В следующий раз подготовлю. Так, что там у нас еще есть? Что у нас еще есть? Видеоролик, презентация. Двоечка. Что, видеоролик? Шикарно. Слушай, да, там в Ютубе сейчас, на самом деле, столько всего. Смотрите. Как там блэк переводится? Это stdr. Это 0.1.2. Да. Смотрите. Каждому файловому дискриптору соответствует своя цифра, с помощью которой мы можем манипулировать перенаправлением входов и выше. краб. Здесь есть в дефну? Не так пишется? Или у меня в дефнуло нет? В маке есть в дефнуло? Должен быть. Давай с ним дефнуло и он тебе скажет есть в дефнуло. Есть. Есть. Команду как ты записал, он очень хорошо. я хочу а потому что вот так нет а почему он не но я хочу вот эту ошибку туда а так потому что это я тоже смотри подсказку нет у меня подсказки свой там нет такого два сюда а ты хочешь сказать что надо просто двойку писать? нет нет все правильно нет нет двойка просто двойка ааа а потом а мы можем единичку поставить и потом мы ставим а два как оно пишется просто два в начале два два а потом имперсант один да? да так ну и теперь его перенаправление здесь вот так да это нужно чтобы было понятно что это не сравнение двух цифр а что это идет речь о файловых дескриптах то есть смотрите мы сейчас получается мы перенаправили стандартный выход std-out в dev null но это вот единичку мы указали что в dev null а стдр мы не перенаправили соответственно у нас стдр выводится к нам на консоль вот если мы вместо единички поставим двоечку сюда то мы видим что стдр у нас уходит в dev null в dev null если что это такая черная нуля куда можно сливать все что вам не надо оно исчезает да а вот это вот 2 в 1 это ты а 2 в 1 это значит что и cdr тоже туда же да да это чтобы нам dev null два раза не писать то есть мы пишем что типа ошибки в dev null и 2 и то есть наоборот все в 1 файл ошибка уходит на стандартный вход да то есть 2 в 1 но стандартный вход при этом уходит в null то есть такое двойное перенаправление ну это просто чтобы dev null два раза не написать ну да ты можешь тоже написать 2 потом туда и dev null да да просто более удобная запись а? он нет вот олег правильно сказал он как не путь а указывает что если так написать 2 больше единички это как сравнение происходит да 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 ну чтобы просто было понятно что речь идет о файловых дескриптах а не просто цифры так дальше что там у нас еще двоечка туда вот сюда а вот эти штуки а как раз вот про про командовал одну я кстати не помню что одно значит а это же отправить в background раз я ну попробуй сделай что нибудь какая нибудь скайни неченый да? ну да ну да например и а а теперь напиши fg форекс да а он уже стоп что такое стоп? это команда линуксовая которая показывает нам столько куча информации там информация по процессу по памяти да информация процесса что касается вот этого знака доллара он нет это имперсант да имперсант знак да он позволяет отправить вашу команду выполняться фоном да например вам нужно запустить какой-то процесс который будет выполняться долго а вам нужно там закрыть сейчас консоль и уйти вы ставите в конце вот этот знак доллара и он запустится фоном вы можете отключиться от сервера если же вам нужно вывести процесс на первый план есть команда fg да это foreground типа на первый план и он у вас появится вот как мы только что делали стопом есть еще команда bg но я таки не научился ей пользоваться которая собственно отправляет тоже в бэкграунд типа аналог вот этого интерсанта после а это посмотреть можно да посмотреть и ты можешь ему сказать вот так а ты можешь сказать fd и вот ух ты то есть когда у нас смотрите у нас мы же в бэкграунд туда можем запихнуть целую кучу программ там не только топ там еще там что-то там можно попробовать а еще какой-нибудь можем топ два толпа сделать нет не можем два толпа что там что еще да все сдохнет да все сдохнет где 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 там еще что-то есть где и чтобы посмотреть бэкг фэг и еще какая-то команда которая посмотреть дает но используйте скрин да вот эти вот пайп если у нас две два слыша и два имперсанта мы уже дальше делаем условия можем ставить условия допустим допустим если хорошо выполнилось то мы делаем так хэхэй а если у нас лс выпила с ошибкой хэхэй мы не делаем а еще можно сделать поставить посмотрите ну мы сейчас подожди вывод нам надо убрать вдохнул чтобы нам просто напечатать хэхэй то есть ну вы поняли если первая команда выполнится хорошо вторая команда тоже выполняется здесь мы можем написать две палки то есть это будет уже наоборот да если первая страховка на случай если у вас первая команда не выполнилась то выполнится вторая независимо выполнение первой нет если ошибка в выполнении первой а если ошибка написать что есть а а дальше а ну в принцип ну где грипп можно смотреть посмотрели чуть-чуть что у нас там есть гребня лог ты думаешь, я помню, что здесь лежат? нет смотри-ка опча, опча я когда-то ставил опча опча я просто посмотрю, что когда покупал опча оу not checking а Microsoft ремонт и стоп но я его не ставил за опча за февраль За февраль 17-й. А потом еще раз крепим. Оптимально. Многовато. Можно еще раз. Что-то не показывает. Что-то не показывает. Критикал. А, бери Критикал. А тут есть Критикал? Здесь нету. Стория агента какой-то есть. Давай его вырежем. А, Критикал. Смотрю все Критикал. Критикал. А, что-то есть не Критикал. Вот. Нотис. Получается, нашли вы какую-то дату все критические записи. У Грепа, на самом деле, тоже вот мы уже узнали там опцию минус V. Там есть целая куча опций, вы можете указывать. Ну, тоже самое уже идет регулярное выражение. Там, если мы хотим указать именно, что искать с начала файла. То есть у нас файл должен начинаться с февраля семнадцатого. Да, это и должно быть. Строка, а не файл. Строка, да, правильно. То есть строка должна именно в начале строки должна быть, да, февраль семнадцатая быть. Мы можем указать конец строки. Ты помнишь? Баксик в конце. Вот так. Баксик в конце говорит, что мы должны, вот эта фигня у нас должна находиться в конце строки. То есть у нас в конце строки февраля семнадцатого нету, и мы не нашли ни одной строки. Вот. И дальше там целую кучу можно еще чего делать. Хорошо, знаете, что я могу рассказать о тех параметрах, которыми лично мне приходится пользоваться. То есть минус V, который мы уже видели. Есть параметры минус L, да, от слова лист. Он показывает, обычный греб, он показывает содержимое, да, тот текст, который он нашел в этом файле. А минус L показывает именно путь до файла, в котором находится вот это вот содержимое. То есть он покажет именно имя. Если можно гребать не по одному файлу, но сразу по нескольким. И тогда минус L вам покажет пути до тех файлов, в которых находится то, что греб нашел. Потом параметры хорошие минус R, рекурсивный поиск. Если вам нужно искать по... Обычный греб ищет только в этой директории, из которой вы его запустили. Если вам нужно искать также и в поддиректориях, то это минус R, рекурсивный. Этот ключ, по-моему, не только в гребе есть, но, например, при копировании в CP, да, если вам нужно папку скопировать. Нанесу. И есть еще довольно неплохой параметр минус I, то есть это поиск, регистра, независимый поиск. Да, мы помним, что в Unix большие и маленькие буквы – это разные буквы. Поэтому по умолчанию, если там у вас имя Оля с большой буквы написано, а вы в поиске написали с маленькой, то это слово найдено не будет. Если вы знаете, ну вот у меня на работе, например, да, бывают такие люди, которые почему-то пишут адреса в почте с большими буквами, да. Ты знаешь, что вообще-то принято писать маленькими, ты ищешь и ничего не находишь. Поэтому очень хорошо использовать ключ к минус I, и тогда он вам найдет все варианты. Этот, их можно использовать вместе. Вот этот RLI, если вам нужно найти файлы в поддиректориях, в которых есть какое-то содержимое, и вы пишете там гребенус RLI и какой-то текст, и он вам там весь список покажет того, что он нашел здесь и в поддиректории. Еще очень прикольные ключики, я тоже вспомнил, пока Олег рассказывал. Смотрите, мы нашли три строки, но мы хотим знать, мы хотим не только эту строчку, видеть, мы хотим понимать контекст, где у нас строка эта появилась, ну, в смысле, мы должны обрамление, что было там до нее, там сколько-нибудь, да, и что после нее. Есть очень несколько хороших ключиков, минус A, так, минус, и A большое. Минус A, то есть автор, типа, что после нашей строки. И указываем два, например, две строки после того, что мы нашли. И минус B, before, типа, сколько строк перед тем, что мы нашли. Соответственно, вот у нас что получается. То есть мы... Нет, что-то мы, да, critical, critical, critical. А, наверное, надо было... Туского, наверное. Нет, смотри, нет, нет, правильно. Вот notice, вот последний, две после него и две перед ним. Ага. А где тут другой notice? Там есть разделители. А, это строки просто, видимо, длинные, да, и не помещаются, мне кажется. Разделители, я смотрю, здесь вот тоже у тебя посерединке notice. Правильно, да. Видимо, над этой строкой получается ничего нету, да? Ну да, может быть, она первая. Ну да, вполне. И еще пришел в голову, раз уж мы говорим о параметрах, параметры минус C, то есть когда нужно посчитать количество найденных строков. На самом деле, греб еще может искать даже по именам файлов. Вот, но я сейчас не помню, я реально такой фигенью пользовался. Я где-то находил, там, да, там большие буквки пишем какие-то. Вот, он мало того, что рекурсивно обходит, еще находит как бы имя файла. Вот еще один, видимо, вариант поиска. Вот, если я постараюсь сегодня найти вещи, там, а вам скинуть. В общем, в целом, man-grep. Man-grep, да. На самом деле... Это тяжеловато, потому что там столько параметров. Ну, если надо, то придется. Не, на самом деле, это все приходит с опытом, и это приходит только, ну, вы начинаете пользоваться тем, что вам надо. Как бы, да, что вот мне не особо, это актуально, то, что Олег рассказывал, да, там, регистренезависимый поиск, там, рекурсивный, особо мне не нужно, это я не помню. А вот то, что вот after before я постоянно пользуюсь, там, да, когда конфиги каким-то просматриваешь, вот, вот, и хочется посмотреть просто там, что там было до этого, то, что я ищу, и то, что после. Соответственно, я это запомнил. То же самое с VI, вот, текстовый редактор. Я думаю, мы дальше поговорим с ним еще. Что там? V. 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 Ну, VI, ну, V. Вот. Очень сильная штука, тоже поддерживает регулярные выражения. Вы можете регулярные выражения прямо писать, там, не знаю, руками, в том плане, что регулярные выражения для изменения текста. Вы пишете там, тра-та-та, там, вы замените какую-то строку вот там вот, или там, какую-то букву в этой строке, и оно там меняется, или там, по всему файлу там поменять. Очень крутые штуки можно. Тоже скажу, там, я знаю, вот, не знаю, там, может быть, на 5 или на 10 процентов, но чисто только то, что я пользуюсь постоянно. Купил книжку толстую, хорошую по нему, но так полистал и не собрался. Монитор на ней меня стоит на работе. Вот. Ну, ВИА, там, мозговзрывательная вещь, но у нее есть очень важное преимущество. Она есть в каждой системе по умолчанию изначально. Это, ну, так как я ее не люблю, то для меня 11 плюс. Ну да, ВИА надо знать хотя бы на уровне там вставить файл, как бы... Сохранить и выйти. Сохранить и выйти. Да, и что-нибудь еще написать туда тоже тяжело. Да, надо знать хотя бы несколько букв. Три команды, да, там нужно знать три буковки. Да. Какое количество нужно испонять. Минимум, да. Давайте покажем, в чем мы это. Давай дойдем к кому-нибудь попробовать. Да, как там в шутках пишут, что, типа, ВИА умеет только пищать, все ломать и вообще не выходить. Так, у нас тут есть файлик тест. ИА и тест. Смотрите, если мы сейчас попробуем что-нибудь сюда напечатать, то мы не печатаем. Нет, а, это я случайно нажал. Ты уже нажал, букву заявить. Назовите нам эту букву. Чтобы начать печатать, нам надо нажать букву Ай. Маленькую, insert. Да, также у нас есть, дальше рассказывать про всякие мозгово-носящие. В общем, у него есть два режима. Это командный режим и режим от вставки практически. В командном режиме можно писать какие-то вот эти сложные штуки. Я знаю, только одну. Давай. Это кнопочка, так, а где он? Нет, а где он пишет? Не видно на экране, что он пишет. А, там нужно двоеточие. Ты уже все сломал. Понимаешь, что ты умеешь? Да-да-да. Короче, двоеточие. Надо перед командой поставить двоеточие. Есть команда D. А, D, L. Да, это первые, по-моему, буквы слов. Типа, delete line, да, удалить строку. Птинг, удалилась строка. А если я хочу удалить много строк, то я ставлю количество, сколько я хочу удалить, 5 строк, например. После курсора? Да, она хоп удалила. Ну, типа, я не знаю, вот так вот. Он меня подтверждение запросил. Да, можно удалить строки еще более нормальным способом. Просто два раза нажать букву D, маленькую D, D. Ну, это одна строка удалилась. Ну, да, одна строка. А потом, может, также можно выделять, я только не помню эту комбинацию, там тоже там, выделяешь сколько-то строк, это тоже делается, блин, так. Мне кажется, можно было узнать, как выходить из режима. Самое сложное, да. А, из режима ставки escape. Escape. А теперь мы хотим закрыть этот редактор, мы нажимаем escape, ничего не происходит. С сохранением или без? Мы просто хотим выйти. Я хочу выйти отсюда. Ctrl-C не работает. Ctrl-D не работает. А, боже, что делать? Ну, что, это питание. Розетку выдергивает. Смотрите, тоже, чтобы выйти, нам надо... Да, то же самое, в командном режиме, двоеточие. Смотрите. Quit и... Без сохранения. Да, это мы сейчас выйдем без сохранения. Write Queue, это тоже записали, вышли. Это, ну, это стандартные, которые все, в принципе, хотя бы, ну, это должны знать по-любому, чтобы выйти. Ну, это приходится знать, потому что иначе ты открываешь Vim, и тебе приходится после этого перезагружать компьютер. На самом деле, есть еще одна штука, про которую тоже вот обычно не говорят, это чтобы выйти. Две больших буквы Z. Сохраняешь и выходишь. Shift-Z. Все. Сохранили, вышли. Очень круто, что можно с ним так быстро работать. Я когда, честно, я тоже раньше Vim, Vim не любил, до того момента, как на какой-то своей старой работе я не посмотрел, как работает мой начальник. Я был просто в шоке. То, что у меня уходило, там, вот это перемещение слов, там, в этом, в чем, в этом, наверное, начинается редактор. В Nano. Я любил раньше Nano, там, я пытался тоже, там, то, что у меня в Nano, там, я делал, там, не знаю, 10 минут, он делал за 2 секунды. Просто переставить строку в конфиге. Мы делаем UU, то есть мы ее скопировали в буфер, делаем P. Вот она у нас, строка вставляется. UU, P. Все. Что тут может быть проще? DD, удаляем строки. DD, причем, может, по-моему, она удаляет, и мы можем сказать P. Да, то есть мы удалили ее и вставили. UU, она просто, она ее копирует, но не удаляет. И P вставляет. P, P, P. P маленькая. Нет. Это просто, это настолько ускоряет. Если начать изучать эти команды, да, если вы постоянно работаете с текстом, и вы хотя бы знаете просто минимальные вот эти вот командочки, блин, это, не знаю, в 100 тысяч раз быстрее вы начнете работать. VI-тест, еще могу показать плюс-плюс, номер строки. То есть вы знаете строку, на которую вам надо попасть, да, вы нажимаете VI-тест плюс-плюс-пять, все, у вас сразу на пятой строке курсорчик оказывается. И вы можете сделать так, DDA. И две большие Z сохранить. Все. И потом релоуд апач какой-нибудь, и все. Две секунды там буквально. И это только какие-то там самые такие поверхностные базовые штуки, и то уже становится, ну, как-то довольно прикольно, как выглядит. Не перезагружаешь. Не перезагружая компьютер. Вот. Что там у нас еще может быть с текстом? Что еще про текст расскажем? Наверное, все там. Вывод, редактирование, перенаправление. Я знаю, что для начала хватит, да, то есть мы можем редактировать, искать в тексте, перенаправлять в потоки. И, ну, можно ради интереса показать, да, там, вот этот язык AVK. Он позволяет, там, есть команда CAD, но она мне не очень нравится, я предпочитаю пользоваться AVK. AVK – это целый язык. Можно на нем писать отдельные скрипты, а можно его использовать, ну, в одной строке, да, одностроченьки делать. Я только AVK-принц знаю. Ну, примерно. Выводить там, да. Например, нам нужно, там, AVK, вызвать, работать со строками, в которых есть Total. То есть нам, мы избавляемся от грепа фактически лишнего. И нам нужно вывести, там, только второй столбец. Только второй. Да, только второй. AVK здесь это вместо, как скажем, ката, да? Вместо ката, не знаю, греб и все остальное. То есть он позволяет делать достаточно сложные вещи. Можно, например, в сайте сделать разделителем букву А. Да, по умолчанию разделитель пробел. Если у вас какой-то сложный лог-файл, там, или какой-то сложно форматированный текст, там, допустим, разделяется, там, каким-то значачками, да, вот вы можете указать. Разделили по букве А, например, да, столбцы. И что, можно, естественно, формировать, да, там, например, нам нужно изменить строку, там, мы можем сделать 1. У нас А заменилось на Б. Прикольно. Кто-то я не знал после. То есть, подожди, нет, оно просто вывелось, но мы не изменили файл. Ну да, естественно, мы не изменили файл, я имею в виду, что на выходе получили. Мы можем это перенаправить на другой файл. Прикольно. Что значит Total, что я так и не понял. Просто слово. Просто слово. А, слово файл, ищешь файл, да? Вот наш файл, мы в нем искали слово Total. И мы работали со строками, в которых есть только строка Total. Ну, слово Total. Ну, вот Total 8. Слева. Так, а Total потом вывести. Ну, здесь мы делаем указан разделитель, поиск по слову Total. На самом деле, по-моему, в Total можно не указывать. Нет. Да-да? Ну, а Print это вывод? Да. По первому. Ну, АВК достоин отдельного изучения, потому что он очень быстрый. То есть, его идея в том, что он заточен именно на манипуляцию над текстом, и за счет того, что он специально сделан для этого, он позволяет обрабатывать большие объемы информации текста очень быстро. Есть, если вам нужно еще ускориться, есть навк. Это типа new АВК. У него чуть меньше функций, чем у АВК, но зато он быстрее. Если вам нужно обработать терабайт текста, то лучше навк использовать. Вы сэкономите какое-то количество времени. Еще есть и аналог АВК, это сэд. А может быть, не совсем аналог? Совсем не аналог. С сэдом, на самом деле, можно тоже очень крутые штуки делать, менять файлы. Сэд – это именно скорее как текстовый редактор. С помощью АВК вы скорее ищете и трансформируете, то с помощью сэда можно что-нибудь добавить. Или изменить. Да, очень часто указывают тоже, когда ищешь в гугле, как поменять что-нибудь файлик, и тебе такую строчку сэда напишут, и все, и сделай. Укажешь сэд и имя файла. Соответственно, там в файле все изменится. То же самое, как мы всякие эти параметры сейчас указывали в АВК. То же самое можно писать сэд, потом что надо сделать и имя файла. То же самое можно писать еще вай. Заходите вай, потом указываются ему параметры, целую кучу. То же самое, может, с криптовыми языками. Ну, не с криптовыми, но как бы то же самое, как язык свой. У него получается, что указывают, что там надо заменить, что куда переставить. Там тра-та-та, написали такую строчку, нажали Enter, и у вас там все переделалось, как вам надо. Или как вам не надо. Ну, вы знаете, как выходить без сохранения, если что. Ну, наверное, с текстом, по большому счету, все. На самом деле, рассказывать еще много очень чего можно, потому что, ну, как бы, параметров, у каждой просто тузы, там, куча параметров, куча вообще всего, что это, ну, просто дело в том, что, получается, как, что вы запоминаете только то, с чем вы работаете, по факту. То, что мы сейчас вам с Олегом рассказали сейчас, там, ну, какой-то минимум, там, да, и, может быть, потом книжку какую-то почитаете еще, но если вы это не используете в работе, у вас это выветривается. Соответственно, если вы хотите изучить VI, хотите изучить Linux, там, да, ну, в принципе, Linux и, в частности, VI, там, пользуйтесь только VI. Вот, да, и не бойтесь, там, потратить лишние, там, полчаса, чтобы разобраться, как, там, VI, переставлять строчечки, там, да, или выделять эти строчки. Я каждый раз разбираюсь, потом забываю, там, табличка, да, 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 и надо работать постоянно, ну, понятное дело, что. Вот. А так у нас, наверное, на сегодня все. Такая получилась коротенькая вводная лекция, вот. Ну, в принципе, ну, кстати, да, более-менее, на полтора часика. Вот.